Мы, когда Песох начали, до того, как начался Песох, вы видите, что мне Миша сейчас несет? Это вино. Знаете почему? Потому что на Седер Песох мы забыли выпить четвертую чашу. Я обещал, что во время собрания мы выпьем ее. Они пришли и сказали, почему только три было? Кто-то здесь действительно соблюдает. Мы до Песоха ехали с моей семьей на машине, и тогда нам шутки из интернета читала. И одна шутка звучала таким образом, что десять казней, которые произошли в Египте, доказывают то, что на Ближнем Востоке все можно решить казнями. Я вижу, что они не поняли этот юмор. Может быть, я неправильно... Здесь работает кнут, а не пряник, в общем. Здесь работают ударами. Это страшно, на самом деле. Но вместе с этим написано в послании к Ефесянам, что предоставьте суд Богу. Но мы надеемся на духовную войну. И написано в Ефесянах шестой главе. Я хочу прочитать несколько стихов. Парк шеш. Ефесянам шестая глава. Мепарк, 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 мепарк 10. Согица этого. Собо дабар. Хизку, бе-едонай, ובכוח гвурато. Левшу את מלוא נשек אלוהים, למעн תוכלו לעמוד נגד נכלей хасатан. Кילו им башар ודам מלחמה לנו, אלи им рашויות ושררות על מושלי חושחת העולם הזה עם כוחות רוחניות רעים בשמאים. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружия Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мероправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. אני רוצה להמשיך להתפלל עם אותה תפילה שהתחלת את ההסיפה היום. ואני מתפלל, אבא, שאתה תחזק ממשלה ואת הצבא שלנו. ושאתה תעצור את כל הטרור פה במדינה שלנו. אנחנו מתפללים על משפחות שייבדו יקרחם. мы молимся за те семьи, которые потеряли своих любимых. ונחנו מתפללים על רפואה מהירה ושלמה לנפצאים. и мы молимся за быстро и полное исцеление всех раненых. אנחנו גם מתפללים שאתה תעשה כאן חוקים משלך ושתעצור את הפילוק בתוך העם שלנו ושאנחנו נוכל להכריז בסורת ישוע משיח ובחופש ובחוכח. שבמה ובחופש ובחופש זה לא זה שעבנה אנחנו מתפלם עם פרוצס ובחופש אנחנו מתפלם עם פרוצס ובחופש כשנות אופי אנחנו מתפלם עם פרוצס אבל כשקר communauté כשקראך כשקראך אבל כשקראך כשקראך פסח לתני 4000 כשקראך זה לא lähר אבל זה כן pai מר כשקראך כשקראך זה נה נה זאת ובחופש נה потому что после того, как зарезали пасхальную жертву и кровью Агнца помазали косяки дверей но в течение 24 или 48 часов они уже вышли из своих домов просто подумайте как можно оставить свои дома за 48 даже часов ты жил в этом здании много лет ты собрал какие-то вещи которые дороги тебе и вдруг тебе нужно встать и уйти возможно у тебя есть вещи которые ты возлагаешь на своего осла но это все равно не все но они были готовы это сделать и как результат произошли там чудеса и знамения это было очень внезапно потому что среди них не было никакого болящего человека вдруг Бог исцелил весь народ здесь будут проблемы со зрением с ногами с уставами но произошло чудо это было что-то очень быстрое они сначала были рабами а потом стали тут же свободными вот они режут овец а потом им нужно было быстро выйти они должны были на ходу делать мацот то есть каким образом почему у нас есть мацот потому что они не дали тесту закваситься они были в страхе они вдруг стоят возле Красного моря просто подумайте про эту динамику за считанные дни они стоят перед огромным морем и моря раступаются и они идут как по обычной ровной дороге это радикальные изменения и даже после того как наш народ вышел в пустыню и был готов зайти в обитованную землю это тоже очень радикальное изменение почему я говорю про радикальные вещи несмотря на то что наша жизнь в основном состоит из различных процессов иногда нам нужно делать резкие радикальные шаги вдруг ты чувствуешь как будто на тебе висит какое-то ермо и ты не можешь двигаться потому что что-то тебе мешает тогда подумай про Песох потому что сила Песоха это радикальная сила они мечтали о Божьем спасении и вдруг появляется это тоже сюрприз Песоха мы были в России мы возвращаемся в обитованную землю я думаю что здесь есть достаточно людей которые проведя всю свою жизнь в Галуте в России все еще не нашли свое настоящее место в земле обитованной и это может быть как процесс но это может быть иногда как просто в один момент произойти я хочу прочитать несколько стихов из пророка языки или 36 главы я очень часто читаю эти стихи в общине они очень сильно говорят ко мне они говорят обо мне они говорят о вас это тоже очень радикально что-то 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 нужно в чуде Песоха которая нуждается в прикосновении Святого Духа если мы если мы бодрствуем и ищем Бога Он дает нам узнать его если если у нас в жизни просто сплошная рутина то мы даже не думаем в том направлении я сейчас прочитаю языки с 36 главы начиная с 24 стиха и я могу сказать что одна из авторот которую читают на Песох это языки 36 глава 37 глава про поле которое полное костей кто помнит пророчество про сухие кости как языки встал на поле видел просто скелеты сухие кости и Дух Святой сказал ему пророчество этим костям но это пророчество этому пророчеству предшествуют те стихи которые мы прочитаем сейчас и Субтитры создавал DimaTorzok И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверен ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное Есть такое выражение, когда человек не совсем в себе, и говорят ему, что он не в себе, он обычно это не принимает Слышали, да, об этом? Когда у человека есть скверна Когда в самом его теле есть зависимость от идолов Ты можешь говорить ему об этом сколько ты хочешь, он это не почувствует Это результат наказания с небес, когда мы были в России У всех это есть Но Бог сказал, я возьму вас в вашу землю Я сделаю среди вас чудо Песоха И вы почувствуете это Вы почувствуете это Я хочу прочитать еще раз эти стихи, которые Яир прочитал из недельной главы И там говорится про то же самое Вы почувствуете это А когда вы это почувствуете Вы попросите у меня помощи И я вас очищу Я говорю сейчас к вашим душам Возможно, у кого-то есть этот вызов И он чувствует, что он не может прорваться Я провозглашаю эти слова не как учение А как помощь с небес Как воду жизни с небес Мы учим в священных писаниях Когда Бог открывал себя разным людям очень ясным образом Он открыл себя Аврааму Кто помнит, где это было? На горе Мория Акедат Ицхак Когда в жертву он хотел принести Ицхак Кто помнит этот рассказ? В священных писаниях не указано время Когда это произошло Но в книге юбилеев мы читаем о том, что это было во время будущего Песоха И когда Авраам пытался принести в жертву Ицхака Написано, что Ангел Божий остановил его И Бог начал говорить с ним И он сказал, что в этом месте находится Бог И было что-то, что открыло его сердце И в Бытие 22 главе В Песухе 16, 17, 18 стихах Бог дает вечное обещание Аврааму и его потомкам Он говорит Аврааму У тебя будут два вида детей Плотские и те, которые присоединятся к семени твоему И Бог говорит Аврааму Ты и твои потомки победите врага И написано, что в семени твоему благословлятся все народы И здесь говорится про Мессию И мы знаем, что это произошло, когда Бог удивительным образом открыл себя Аврааму и остальным людям Как результат Песоха позже народ израильский стоял возле горы Синай И опять-таки было откровение Бога И десять заповедей И кроме этого внутреннее влияние Которая на веки вечно связала нас с небесами Не только те, которые стояли возле горы Синай в то время Но тебя и меня после многих поколений Мы все еще связаны с нашими предками, которые стояли там И до сих пор Святой Дух прикасается к нашим сердцам И он возвращает нас к тому событию И там есть голос Бога И опять-таки на Седр Песох Бог открыл себе еще раз на герой Мория И Машиах был распят там Потому что Голгофа это небольшая возвышенность на гере Мория И там Машиах был распят и он забрал на себя наши грехи И принес за нас всемирную жертву Вчера ребята с Таиванья спросили меня Что значит на иврите «Ешуа»? И на иврите это слово очень широкое в своем понимании Это и духовное исцеление, и физическое исцеление И успех, и очень много благословений в этом слове И естественно здесь речь идет про эсхотологическое спасение Но самое сильное значение в слове «Ешуа» Это быть принадлежным Вдруг Бог через жертву Мессию Сделал тебя и меня принадлежащим ему Вдруг мы понимаем, что чувствовал царь Давид, когда он сказал Он говорит Зайду ли на небеса ты там, зайду ли в преисподнюю и там ты Другими словами он сказал Неважно в каком состоянии жизни я нахожусь Я знаю, что я принадлежу тебе всегда И в римлянах восьмой главе Шауль добавляет Что не разлучит меня с Божьей любовью в Мессии Ишуа Это принадлежно Это не что-то маленькое, какое-то действие Я знаю, что я принадлежу ему Есть такое выражение про еврейский народ Вы народ избранный Сгула это очень драгоценное сокровище Которое сохраняет возле сердца В внутреннем кармане Отец наш на небесах говорит Вы, мой народ Вы принадлежите мне И вы народ избранный Я сохраняю вас в любом случае Я хочу открыть исход шестая глава И отсюда Яир прочитал несколько стихов Я продолжаю со второго стиха И говорил Бог Мессию и сказал ему Я Господь Ира Эль Авраам Эль Ицхак Эль Яков Ба Эль Шадай Вишми Юдхей Вавхей Ло Эль Шадай Что значит Бог Всемогущий Вы знаете Эверам Ицхак И Яков Они были Метопотки Взменно Что сзвива Мои Энשים Шекол Эхад Мештах Вэль Эль Ищи Шелэм Оэль Шелэм Шелэм Развивали Свою веру Эверам Ицхак И Яков Среди народов Которые Поклонялись Идалам И у них Был Идал На каждый Народ На каждый Случай Вэм Идал Лом Дим Шелэм И они Думали Что этот Идал Он помогает Им И защищает Их И он Восполняет Все их Нужды Мне нужно Что-то Я обращаюсь К своему Идалу И он Мне дает Значение С имени Эль Шадай Это что-то Подходит К этому Что Бог Даст мне Все В чем Я нуждаюсь Я могу Сказать Что это Супер Откровение Но Нам Нужно Понять Что Это Первый Немного Эгоистичный Уровень Это Только То В чем Я Нуждаю И Бог Здесь Говорит Моисею Есть Нужда В развитии Вы Не можете Остаться В том Месте Где Вы Только Просите У меня Вещи Я хочу Привезти Вас В другое Место Там Где Вы Станете Моими Партнерами Потому Что Бог Сущий Это То Имя Которым Он Открывает Себя Когда Он Заключает Завет И Когда Он Заключает Завет Он Говорит Не только Я Дам Тебе Но Ты Будешь Моим Сработником В моих Действиях И В желаниях Для Этого Мира И Когда И И И Он Молит Сомали Твой Отче Наш И Он Говорит Да Будет Твоя Воля На Небе На Земле Как На Небе Он Говорит Своим Ученикам Вам Нужно Сказать Своим Ученикам Отец Используй Меня Я Хочу Чтобы Через Меня Ты Произвел Свою Волю На Этой Земле И Это Не Откровение Нового Завета Это Всегда Было Со Всеми Святыми Если Вы Помните Историю Пророка Исаия Бог Говорит Кого Мне Послать И Исаия Сказал Вот Я Пошли Меня Почему Я Говорю Вам Это Если Ты Остался На Твоя Связь С Богом На Уровне Эль Шадай Бог Который Меня Восполняет Мои Нужды Тогда Именно Сегодня Тебе Нужно Сделать Вот Этот Прорыв Песаха Сказать Господь Я Хочу Быть Твоим Партнером В Твоих Делах На Этой Земле И Вы Просто Будете Удивлены Что Он Готов Принять Вас Со Всеми Вашими Слабостями И Задействовать Вас В Своей Работе Если Мы Остановились На Том уровне Только Дай Мне Дай Мне Вау Вау Ты Мерапе Энשים И Даже Мы Хотим Вроде Ревнуем Духовных Дарах Но Для Того Чтобы Про Нас Говорили Вау Он Молится За И Люди И Изцеления Получают Это Опять Таки Дай Мне Шаул Показывает Нам Совершенно Другой Пример Он Говорит Я Становлюсь Жертвой За Масхи Апостолы Которые Писали Свои Послания Они Называли Себя Раб Господень Даже Про Самого Масхи Во Всех Пророчествах Написано Раб Господень Тот Кто Участвует В работе Творца Этого Мира Чтобы Его Действие Было Произведено На Этой Земле Четвертый Стих Поставил Завет Мой С ними Чтобы Дать Им Землю Хананскую Землю Странствования Которые Они Странствовали И Услышал Стенание Сынов Израилевых О том Что Египтяне Держат Их Прап Стри И Вспомнил Завет Мой И Вот Ключевые Слова К Сегодняшней Проповеди Велахен Омер Лебней Велахен Омер Лебней Исраэль Ани Адонай Вхוצэти Отхем Метахат Савлот Мицраэм И так Скажи Сынам Израэлем Я Господь Я Выведу Вас Из-под Игэй Египтян Вэцэлти Этхем Меавдут И Избавлю Вас Безроа Нэтуя У Бешофтим Гдолим И спасу Вас Мышцую Простертою Судами Великими И Лакахти Этхем Ли Ли Ам Ваитем Лахем Ле Лухим И Приму Вас Себе В народ И буду Вам Богом Согласно Традиции Четыре Пункта Которые Есть Здесь Мерказ Седр Песах Это Центр Пасхального Седра Кше Шотим Арба Кусот Шел Приагефен Когда Пьют Четыре Чаши Виноградной Лозы Вэ Лакахти Отрхем Шаварти Совлот Мицнаем И Взял Вас И Из-под Ига Египтян Мазе Совлот Мицнаем Что Значит Ига Египетская Возможно Сейчас Вы меня Услышите Вы думаете Я Веруси Уже Много Лет Но Я Как будто Связан Я Я Слишком Прилепился К Интересам Этого Мира Это Интересное Создание Этот Мир Есть Есть Много Искушений Которые Могут Завладеть Нами Во Время Египта Это Была Магия И Идол Сегодня Это Богатство Технология И Так же Власть И Есть Люди Которые Достигают Определенного Положения И говорят Ну все Я Устроен Я Лично Не против Того Чтобы Люди Преуспевали Об этом Мы молимся Когда Мы Собираем Десятиные Пожертвования Но Ишуа Учил Нас Чтобы Наше Сердце Не Прилеплялось К Материальным Вещам Этого Мира Несмотря На то Что Мы Да Живем В Этом Мир Это Каждодневное Действие Почему Мы Учим Вас Чтобы Вы Учили Ваших Детей Молиться Каждый День Когда Ты Соединяешь С Богом В Молитве Ты Один От Этого Мира И Здесь Написано Я Разрушу Рабство Это Вторая Чаша И Рабство Это Что-то Более Глубокое Чем Любовь К Этому Миру А Авдут Это Антитеза Ле Ширут А Авдут Рабство Это Противоположность Свободы Авдут Это Когда У тебя Нет Свободы Выбора Возможно Ты Приходишь В общину Потому Что Так Принято Не Потому Что Ты Хочешь Но Когда Ты Захочешь Когда Ты Скажешь Отец Есть Есть Очень Что Особенное А Третья Чаша Третья Чаша Называется Чашей Спасения И Обычно Ее Связывают С Этим Выражением Спасу Вас Мышцею Простерты И Согласно Мессианской Традиции Когда Ешуа Сидел На Вечере Со Своими Учениками Именно Третью Чашу Поднял Ешуа И Сказал Это Новый Завет В Моей Крови Делайте Это В Мое Воспоминание И Это Называется Чаша Спасения Когда Мы Принимаем Вечерю Господню Мы Символическим Образом Пьем Его Кров И Едим Его Плот И Написано Дальше В Пасух Себе В Народ И Буду Вам Богом И Узнаете Что Я Господь Бог Ваш Изведший Вас Из Иго Египетского И Веду Вас В ту Землю Которой Я Подняв Руку Мою Клялся Дать Аврааму И Я Дам Вам Наследие Я Господь Есть Машу Хазак В Мелим Эле Очень Сильная Есть Что Это Не Теория Мы Вернулись В Эту Землю Один Из Равинов Которые Жили Сто Лет Назад Он Сказал Как Хорошее Вино В Хорошем Стакане То Так Жи Народ Израиля В Земле Израиля И Мы Не Всегда Это Понимаем Но Когда Мы Находимся Здесь Бог Опять Задействует Силы Превыше нашего Понимания И Он делает Чудесные Вещи Во Всем Своем Творении Это Это Также Связано С Обещанием Книги Откровения 21 Главы Вы увидите Как Новый Йерусалим Спускается На землю На землю В Христианские Теологии Говорят По-другому Что Мы Как Байконур И Мы Тесим Л Альфа Центавра В Швиль Шам Л Хапес Это Йерусалим Что Мы Как С Байконура На Альфа Центавра Полетим Чтобы Искать Новый Йерусалим Но Танах Говорит По-другому Он Говорит Что Бог Восстановит Здесь Все И Когда Говорится Про Новый Йерусалим Это Синоним Того Что Бог Говорит Я Восстановлю Все И Я Исправлю Все И Сложно Нам Понять Как Это Будет Но Поверьте Что Священные Писания Говорят Нам Что Каждый Из Нас Который Исет В Себе Эту Веру И Который Служит Богу Во Им И С Истинным Сердцем Будет Как Один Из Основ В Воскресенье И Возможно Ты Думаешь Про Себя Я Маленький Человек Я Незначительный Человек Сижу Дома И Готовлю Еду Или Что Подстригаю Волосы Или Делаю Какую-то Другую Работу Твоё Сердце Принадлежит Богу Делает Тебя Одним Из Этих Основ Потому Что Спасение Это Не То Куда Мы Пойдем А То Кому Мы Принадлежим Барух Ата Адонай Благословен Ты Господь Бог Вселенной Сотворивший Плот Виноградной Лозы И в Один День Он Восстановит Все Все И Мы Будем В Небесном Иерусалим Во Ими Ишуа Можно Встать Это Та Тора Которую Бог Дал Израилю Через Руку Моисея От От Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И Исаия сказал, вот я Я молюсь Господь, чтобы ты дал нам правильное сердце И помоги нам делать правильные шаги И я молюсь, чтобы Святой Дух открыл нам дополнительные вещи И в этот праздник я молюсь, чтобы ты благословил наши семьи Наших детей Наших внуков Чтобы дал благословение и силу с небес Вашем Ишуа Машех Амин Присядьте на пару минут, я забыл кое-что рассказать Я не муж видений Ле, халомот Не человек снов Не человек снов, ну то же самое Введение, ну ладно Не человек снов Иногда я вижу сны, но не всегда Я знаю, что здесь люди, которым постоянно снятся сны какие-то Но сегодня мне приснился странный сон Была смерть и была нечистота И я видел много странных вещей И я проснулся среди ночи И начал молиться против этих вещей И вдруг я понимаю, что у меня нет страха от того, что я видел Иногда мы видим такой сон Когда нас просто окутывает страх И ты пытаешься бороться Кто знает, о чем я говорю? У меня не было страха И подумал, может быть, мне стоит это истолковать по-другому Вы помните видение Петра? Вначале он увидел полотно с нечистыми животными И он сказал, что мне Бог говорит не соблюдать кашрут Но потом он понял, что это не про кашрут Да, соблюдай кашрут, если ты еврей Но не считай никакого человека из других народов недостойным Потому что через Мессию Бог силен очистить каждого И я начал думать про то, что я увидел И то, что я увидел, что там была смерть Я понял, что эта смерть, это умереть для желания этого мира И я думаю, что многим из нас нужно сделать этот шаг А потом, как я уже сказал, я также во сне увидел Некоторых пожилых и молодых людей И была какая-то нечистота И это не потому, что они сделали эту нечистоту Они очистили эту нечистоту И потом я вспомнил местописание из Деяния Что старцы с наведениями вразумляемы будут И юноши будут видеть видение Я молюсь, чтобы Бог задействовал это среди нас Чтобы мы начали получать водительство И потом я также в этом сне увидел незнакомых мне людей И я понимаю Что это наша рука для тех, которые в этом мире Чтобы дать им возможность на спасение Пусть Бог поможет нам Давайте мы встанем, я хочу благословить вас Будьте благословены и с праздником Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!